Он осужден к нереальной мере наказания. Нереальной, в смысле условной? То есть условной мере наказания. Он заплатил 125 тысяч евро. Это ущерб, который Республика Молдова заплатила турецким учителям. И заплатил 380 тысяч лей за самолет, который был нанят для перевозки. Решение однозначно принимал он, но на это решение было влияние извне. Потому что я не думаю, что директор СИС в той ситуации мог принять какое-то самостоятельное решение. Прикто вы на тот момент мог повлиять на главу СИБа? Ну я думаю, что только господин Плохотнюк. Всем, кто был осужден в Турции, в общей сложности им дали 59 лет с половины. А Молдова, и при этом хочу отметить, что ни один из них не совершил преступления. Это были люди с большой буквы. О каком правосудии мировом можно говорить, если мы равнодушно сидим и наблюдаем, как совершенно невидные люди отбывают сроки, тюремные сроки, и обвиняются в терроризме, который даже никогда в жизни не держали автоматов своих рук. Продолжение следует...